Давайте начинать работу. Итак, первый вопрос от слушателя. Почему цитамаксы и цитогены действуют через какое-то время, день-два неделя, а ревилабэйсэль подъязычный действует через несколько минут? Очень хороший вопрос. Давайте разбираться. Вы помните, что цитамаксы и цитогены, ну, больше у нас здесь цитамаксы, это большие молекулы. То есть там где-то от 10 до 20 аминокислот. Внутри этого аминокислотного фрагмента спрятан тот наш фрагмент из 3-4-5, максимум 7 аминокислот, который как ключ к замку подходит к нашему гену и, собственно, открывает этот ген, то есть включает ген в работу. Нужные нам ткани, нужные нам клетки. В цитогенах, которые синтезированы, все попроще, потому что мы там уже прямо сразу вот этот готовый ключ синтезировали. Но самое главное, что цитамаксы и цитогены мы с вами положили в капсулу. Капсулу мы проглатываем. Капсула должна пройти через желудок и 12-перстную кишку, не изменившись. А в кишечнике капсула рассасывается. Аминокислот, вот этот вот пептидный фрагмент, должен всосаться в слизистые желудочно-кишечного тракта и он попадает не сразу в общий кровоток, а сначала он попадает в кровоток печени. Печень его либо трансформирует, либо не трансформирует и дальше уже выпускает в жизнь, то есть тогда после себя она выпускает его в общий кровоток. Во-первых, вы сами видите, что по ходу пьесы, то есть по ходу движения пептидного фрагмента будут потери, безусловно, в концентрации, как на фазе всасывания, так и на фазе фильтрации через печень. Это раз. Во-вторых, на это требуется время, чтобы капсула распалась, чтобы клетки энтероциты всосали его, чтобы печень его прошла, прошла он фильтровку в печени. Вот. И только после этого он попадает в общий кровоток. Кроме того, цитомаксы, вы помните, большие молекулы. Опять нет звука. А, прошу прощения, у всех нет звука. У остальных звук есть? Да, всё окей. Сейчас я тогда напишу. И вы помните, что цитомаксы – это молекулы большие. То есть в печени эту молекулу ещё нужно порезать на маленькие фрагменты. Это тоже занимает время. Которые и будут, собственно, соответствовать действующему фрагменту. То есть с цитогенами попроще, они уже нарезаны на эти фрагменты, поэтому цитогены действуют чуть быстрее, цитомаксы чуть медленнее, а быстрее всего действуют подъязычные препараты. А вот за счёт чего они действуют так быстро? Вы помните, даже из названия СЛ – подъязычные, они капаются под язык 4-6 капель утром натощак. Что там происходит? Тот, кто работал с нитроглицерином, с больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, знает, что нитроглицерин мы принимаем под язык. Почему? Потому что под языком у нас находится массивное венозное сплетение и очень тонкое слизистое. Если вы посмотрите на себя в зеркало, под язык себе отвернув, то вы увидите там вот эти вот синие вены, лежащие прямо-прямо под языком и тоненькое-тоненькое слизистое. То есть любой препарат, попавший в эту полость, в это пространство, он через тонкую слизистую может мгновенно всосаться в венозное сплетение и оказаться сразу в венозном кровотоке. То есть минуется желудок, кишечник, рассасывание капсулы, всасывание в антероците и самое главное, минуется попадание в круг воротной вены. То есть печёночный круг именуется печень. То есть это большое время задержки, которое любая субстанция задерживается в гепатоцитах и ждёт пока своей сортировки, пока печень её рассортирует или видоизменит как-то и отправит в общий кровоток. Здесь этого не происходит. То есть препарат попадает сразу в общий кровоток. Поэтому мы говорим, что эффект подобен внутривенному введению. То есть вот она вена, вот она сразу попала и сразу оказывается в венозном кровотоке. Через 2-3 минуты препарат попадает в клетку мишень. Естественно, действие начинается через 2-3 минуты, а эффект мы видим через несколько дней, потому что клетке нужно начать синтезировать белок. Этот белок должен дойти до места своей функции и начать выполнять правильно свою функцию. И клетка должна восстановить свою функцию. То есть через 2-3 дня мы можем это увидеть по улучшению состояния. Того же эффекта мы добиваемся от цитогенов через неделю-две, того же эффекта мы добиваемся от цитомаксов где-то через 3-4 недели, я всегда говорю, что у цитомакса эффекта цитомакса можно оценивать, что действует, не действует, никак не от одной капсулы, от курса, то есть вот месяц прошел. И дальше по симптоматике, я имею в виду по симптоматике эффект. Эффект на уровне, эффект в плане достижения нитей ДНК будет через, до своих клеток, скажем так, будет через несколько минут. Эффект синтеза белка – это 2-3 часа запустить. А эффект ухода симптомов, изменения состояния – это 2-3 дня. В случае подъязычных препаратов и неделя-две в случае синтезированных препаратов и месяц в случае цитомаксов, натуральных препаратов. Но зато и после действия точно такое же. То есть у цитогенов более короткое, более быстрое, а у цитомаксов оно продолженное. После месяца приема мы еще можем видеть месяц сохранения позитивного эффекта воздействия. Вот такая разница между цитомаксами и цитогенами. Следующий вопрос тоже очень интересный. По поводу метаболизма и по поводу снижения веса. Тут уже сразу идут вопросы. Это, видимо, к тому, что я говорю. Можно для усиления эффектов подъязычные с цитогенами? Да, можно. Можно. Если вы хотите сразу быстрый и сильный эффект, то можно начинать применять цитогены и те же самые, то есть на ту же самую ткань, на тот же самый орган подъязычные. Подъязычные начнут действовать сразу, цитогены начнут действовать через недели-две, но в лучшем случае. То есть вы тогда ускорите, усилите. В зависимости от, нужен ли вам такой быстрый эффект, тоже смотрите аккуратно с организма. Следующий вопрос. По поводу нарушения веса. Мы с вами достаточно часто сталкиваемся с проблемой избыточного веса или ожирения, но есть такая проблема и недостаточного веса, и дефицита веса. Что мы можем вообще предложить, и в связи с чем эти проблемы могут возникнуть? Проблему дефицита веса мы очень не любим, врачи очень не любят, потому что дефицит веса, резкое похудание является одним из симптомов онкологического заболевания. Поскольку врачи пессимисты, да, они думают всегда о самом плохом, начинают думать, поэтому когда человек приходит с такой жалобой, первое, что мы ищем, это онкология. Поэтому пришедший к терапевту такой пациент, он отправляется обычно к крыльчу-онкологу на полное обследование. Если мы исключили онкологию, то следующее, о чем мы начинаем думать, это патология эндокринной системы. То есть и дальше идет у нас полное обследование по эндокринной системе. Больше всего мы подозреваем в патологическом влиянии щитовидную железу, чуть меньше подозреваем все остальные железы, но тем не менее мы их обследуем. Если пациенту сказали, что эндокринной патологии нет, то следующее наше подозрение падает на желудочно-кишечный тракт. Причем там может быть два подозрения. Первое – это непосредственно подозрение на ненормальную работу печени, поджелудочной железы, слезистая желудка, воспаление, изъязвление, компилобактера наличия и так далее. А второй момент, который мы тоже можем видеть, ну это гастроэнтеролог, он тоже обследует пациента и тоже выясняет все эти проблемы, есть они или нет. И соответственно, если они есть, то вы понимаете, либо находится онкология, либо находится эндокринная патология, либо находится заболевание органического желудочно-кишечного тракта, то там работают соответствующие специалисты. Мы можем только помогать нашими схемами из комплексной терапии. Вы знаете, у нас есть и при онкологии, и при различных эндокринных заболеваниях, патологиях, и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Какие еще подозрения падают при резком похудании? Это глистная инвазия. Но гастроэнтеролог обычно он тоже помнит об этом. И соответствующие исследования, как правило, это исследование крови и иммунологическое на наличие антител, он тоже обычно сделать не забудет. Если мы прошлись по этим трем докторам, онкологу, гастроэнтерологу и эндокринологу, и все они сказали, нет, это не наш пациент, у него все в порядке, тогда мы уже думаем о том, что да, это действительно наш пациент, которому мы что-то можем помочь с помощью функционального питания. То есть у человека просто неправильно, не согласно его конституции, подобран рацион. Тогда дальше мы пытаемся подобрать этому человеку рацион согласно его ДОШе. У нас сейчас нет записанных этих видео лекций по ДОШам, но если кому-то интересно работать с такими пациентами, вы можете мне написать на почту наука собакопептидескоком, я вам пришлю тест, как определить конституцию человека, аюрведическую, и три вида диет, которые подходят для одной ДОШе, второй и третьей. Чаще всего с дефектом веса к нам обращаются так называемые вата души или души ветра, это вот такие худенькие, тоненькие, прозрачные, эльфоподобные существа. Неважно, это мужчины или женщины. И основная наша задача – это такого человека докормить. То есть, во-первых, понятно, что им совершенно нельзя вот эти вот все токсичные гамбургеры и прочие продукты, они их просто не могут переваривать. То есть, трансжиры, продукты гликации, мы это все убираем. Плохо у них перевариваются мясные белки, поэтому ревиформ-коктейль добавляем, витамины у них плохо всасываются, как раз будет источник витаминов. Очень нужны им жиры, поэтому наш ревиформ-масляный купаж или как добавляем. И кормим их понемножку, часто, каждые два часа. Это вот как раз та конституция, которую все время надо кормить понемножку. Вот, и еда для них должна быть горячая и маслянистая. То есть, холодным и не масляным, не тяжелым, легким мы их не кормим. Вот такая горячая, промасляная, где много масла, сливочного, много масла подсолнечного, ну вот этого нашего масляного купажа. То есть, помним, что это горячая и масляная еда. Вот, и понемножечку, но часто. Это вот по поводу дефицита веса был вопрос. То же самое здесь можно сказать и о подростках. Был вопрос о улучшении метаболизма для детей. Ну, детей там 13-14 лет, это уже подростки. Если нету каких-то эндокринных патологий, ну, онкологию мы, к счастью, здесь все-таки реже встречаем, но тем не менее тоже подумать, заподозрить, пообследовать ребенка надо. Чаще у нас здесь эндокринная патология 13-14 лет, это пубертатный период, когда у нас включаются семенники, яичники, и не всегда они включаются благополучно. Иногда на фоне дисбаланса эндокринной системы что-то включается, что-то выключается. Вот, здесь с 14 лет как раз можно посмотреть на эндолутен, если надо на тестолутен, женолутен, там посмотреть, как это все срабатывает. Вот, если врачи-эндокринологи находят какой-то дисбаланс. Если пока все нормально и там дисбаланса нет, то чаще всего подростки тоже начинают есть всякую гадость, либо от этого патологически худеют, либо от этого патологически толстеют. Поэтому первое, что сделаем с подростком, это наша схема экспресс-детоксикации. Вот, а потом наше функциональное питание, то есть докармливаем белковым коктейлем, причем если это похудание, да, то мы этот белковый коктейль можем между, не вместо завтрака, обеда и ужина, да, как тем людям, которые похудают, а между завтраком, обедом и ужином на десерт. Ну, сладкий, туда можно добавлять разные фрукты, меняя его вкус. Можно добавлять немножко отруби, чтобы он принимал такой более, меньше похожий на жидкость, больше похож на какую-то такую вот субстанцию сметанообразную. Более интересно детям, подросткам это было есть. И замещаем всякие галбургеры вот как раз коктейлями. Будет очень хорошо. Вот, это по поводу функционального питания. Еще один прекрасный вопрос про беременность. Можно ли беременной в 6 месяцев профивать нашу программу для поддержки почек? Наконец-то я прошлась по нашим препаратам. Помните, я вам обещала, что я пройдусь по препаратам и расскажу, что можно для беременных из наших препаратов, что нельзя. Если говорить с пристрастием, то из наших лечебно-профилактических препаратов для беременных можно оставить только препараты цинка и кальция, цинсил, консил, препараты омега-3, аликап, валюстон и темераджинер. Все. Если придираться, во всех остальных препаратах есть то ли одна, то ли несколько трав, которые при беременности не рекомендуются. То есть, либо это травы, которые усиливают сокращение матки, то есть, соответственно, могут вызвать преждевременные роды или выкидыш. Либо это травы, вот как в гелемиконе, например, обладающие терототоксическим действием. Мы говорим о том, что это травы достаточно токсичные, которые создают неудобную для проживания гельминтов среду в организме, но некоторые из них еще и проникают через гемотенцифау и через плацентарный барьер и могут повредить плоду. Поэтому нет. Поэтому только цинсил, консил, аликап – это мэраджинер. Валюстон – это мэраджинер. Ну и наше функциональное питание, я имею в виду коктейли или форм, супы наши можно, кисели наши можно, масляные купажи. Шейп, отсек не нужен. Это из лечебно-профилактических препаратов. Поэтому если женщина беременна, сразу вот эти все, всю нашу серию лечебно-профилактических мы отсекаем. Если мы хотим пройтись у нее по какой-то проблеме и хотим использовать комплексное применение, то мы открываем комплексное применение, смотрим, какие там фептидные препараты. Фептидные препараты мы используем, а практически все не пептидные, ну вот кроме тех, которые я вам сказала, мы удаляем из схемы для беременных и кормящих. Значит, следующим этапом. Пока женщина беременная, мы очень не любим встраиваться в ее эндокринную систему. Поэтому все пептидные препараты, которые занимаются регуляцией работы эндокринных желез, начиная с эпифиза, то есть с эндолутена, тиреоген, женолутен, гландокорд, вот это вот все мы тоже не трогаем. Банатирк ничего не трогаем. То есть эндокринные железы ее не трогаем. Единственную эндокринную железу, которую мы можем потрогать во время беременности, это супрефорд, это поджелудочная железа. Все остальные органы и ткани с помощью пептидов мы можем поддерживать. Церлутен нервная система прекрасная, винтфорд очень хорошо во время беременности поддержать, светинорм, супрефорд, поджелудочная печень, тоже большая нагрузка идет, на почки идет большая нагрузка, потом пилотакс можно, читамур можно. Все это поддерживаем, а вот железы не трогаем, ну и лечебно-профилактические препараты убираем. Поэтому в данном конкретном случае, если у женщины нарушение функции почек во время беременности выявлено, то ей можно использовать пилотакс и можно использовать что-то для активации иммунной системы, то есть ладоникс, например. Если инфекционный процесс, поэтому не сработала иммунная система, поэтому активировать иммунную систему можно пилотакс и ладоникс вполне подойдут. консил, консил, консил здесь тоже можно использовать из схемы. Остальное убираем из отели, фланормы, ринефорты, все это убираем и идем по этой схеме. Переходить ли на эту схему полностью или использовать ее вместе с той схемой, которую назначил вам лечащий врач, решать только вам. Но вся ответственность за отмену, естественно, лечения ляжет тоже на вас. Поэтому несколько раз подумайте, а стоит ли отказываться от того лечения или лекарства, которое предложил врач. Это по поводу беременности. И еще один вопрос по поводу хронического воспаления придатков. Хроническое воспаление придатков, эрозия киста. Молодая женщина, 30 лет, прошла по нашей схеме. Я так понимаю, схема это была киста яичников. В течение полугода получила хорошие результаты и думает, что принимать дальше. Смотрите, при такой ситуации, в принципе, да, мы видим киста яичника, мы можем назначить еще на полгода нашу схему. Но поскольку мы видим еще и хронический воспалительный процесс, а также эрозия, то мы понимаем, что здесь есть несостоятельность иммунитета. Поэтому следующие полгода можно провести не напрямую на репродуктивные органы, не на матку, не на яичники, не на шею помадки, а на иммунитет. Надеюсь, что у нас уйдет хроническое воспаление, у нас идет эрозия. Эрозия – это предрак, вы знаете. И наши иммунокомпетентные клетки смогут справиться с этими процессами. Поэтому на следующие полгода здесь можно добавить иммуномодулирующие наши пептиды. То есть ревелапа СЛ-03, ревелапа МЛ-02 на следующий месяц, на следующий месяц можно в ладоник СИБА на Морлот добавить. Вот как раз вот такая схема. Месяц СЛ, месяц МЛ и месяц ЦИТАМАКСа. Вот на три месяца. Плюс добавить к этому иммусил, обязательно активация гена неспецифического иммунитета, левоин активация. Иммусил можно на все три месяца. Левоин активация, неспецифическая активация, повышение неспецифической резистентности. Что-то можно из нашей онкосерии, инсил, лекам для детоксикации, потому что хроническое воспаление все равно идет. И можно по месяцу пропивать. Левоин месяц, месяц лекам, месяц инсил, например. Вот такая схема на три месяца. И потом посмотреть, как у нас процесс эрозии и как у нас процесс хронического воспаления. Не подуспокоился ли. А там посмотреть, может быть, еще раз противовоспалительную схему провести, а может быть, еще раз с кисту яичника подработать. Такая вот схема. Так, цитомоксин, беременность. Хорошо, эти вопросы у меня закончились. Давайте я тогда пойду по вопросам. Мужчина 45 лет, геморрой. У нас, в принципе, по-моему, даже есть схема. У нас есть отдельная схема, она так и называется, геморрой. Работаем с желудочно-кишечным трактом и сосудами. То есть восстанавливаем функцию желудочно-кишечного тракта, упираем запоры, если они там есть, восстанавливаем работу печени, желчегонные, убираем весь бактериоз, если он там есть, и восстанавливаем сосудистую стенку. То есть сосудистые препараты Вентфорд и препараты, которые работают с желудочно-кишечным трактом. Дигимакс, Арделит. С иммунной системой тоже. Так что при геморрое, я думаю, что лучше всего именно по схеме, потому что одиночными препаратами, ну, можно, конечно, Вентфорд попринимать, но это будет мало. Этого будет недостаточно. Вот, поэтому схема на странице 16 в новом каталоге. Так, следующие вопросы. Значит, можно ли усиление эффекта? Это мы уже поговорили, что да, можно. СЛ-01 показывает изменение симптомов через 5 минут. Это кажется или есть? Вы знаете, я думаю, что это больше такой психогенного фактора, потому что чисто с точки зрения биохимии, ну, вот сами смотрите, да, через 2-3 минуты эта молекула достигла клетки, поверхности клетки. В клетку она ещё должна проникнуть. Это как вам через дверь пройти. То есть вы дошли до квартиры, проникли в дверь. Дальше там она должна от двери дойти до ядра. То есть ещё вам от коридора, от входной двери надо попасть на кухню, грубо говоря. То есть тоже какое-то время проходит. Дальше она попадает, через вторую мембрану идёт, ядерную, тоже какое-то время. Дальше она попадает уже на кухню. Но на кухне, чтобы обед приготовить, надо какое-то время, да, пока там почистили овощи, пока их сварили, пока там мясо сварилось, пока заправили всё это. То есть это занимает какое-то время. У клетки для того, чтобы она нашла свой ген, она же ещё несколько раз может в нескольких местах пристраиваться и спрашивать, я тебе комплиментарна? Комплиментарна? Нет, ну давай пойдём дальше. Может я этому комплиментарна? Потом эта молекула должна раскрыться. К раскрытии молекулы должны подойти ферменты, которые на её основе синтезируют молекулы РНК. Это тоже всё не быстро. Потом РНК синтезированное пойдёт в цитоплазму. Там на её основе построится уже молекула белка. Белок тоже должен прицепить информационные изменения. И только потом готовый белок, он где-то через пузырьки или через аппараты Гольджа доставляется уже на место транспорта и начинает свою работу. Но смотрите, как бы это так вот, какой бы такой пример яркий привести. Человек начинает свою работу, но эффект от его работы виден тоже не мгновенно. Но допустим, у вас квартира очень заваленная мусором, и вы начинаете её убирать. И вы уже час убираете, и два убираете, и три убираете. А симптомов всё ещё нету. То есть смотришь, а вокруг хлама-хлама. И только через день, через два, вот этого постоянного выноса мусора, то есть 12-часового рабочего дня, ты наконец замечаешь, о, как-то посвободнее стало, почище. Вот. И с клеткой тоже самое. То есть белок пришёл, и он начинает правильно выполнять свою функцию, но на это потребуется время. У меня тоже мои партнёры говорят, правда, не через пять минут, но через два-три часа, они говорят, что есть какие-то симптомы. Я единственное, на что здесь думаю, что это партнёры, которые уже длительное время принимают пептидные биорегуляторы, и, может быть, клетка уже знает, и уже готова, и уже ждёт. Да, и там мы не то, что с нуля запускаем этот процесс синтеза белка, а как вы знаете, вот машина едет тихонечко, но мы её чуть побыстрее подталкиваем. Тогда, может быть, да, действительно вот два-три часа там действительно могут быть какие-то симптомы. Ну, не знаю. И так-то, конечно, несколько дней. Вот. Женщина 59 лет, удалённый желчный пузырь, три недели назад, большая умственная нагрузка, память страдает. Нашу продукцию принимала для поддержки нервной системы. Я думаю, что вот по той схеме и начать, как мы с вами говорили, СЛ, МЛ и натуральные цитомации. То есть начинаем с СЛ 0,2 подъязычного, то есть там и сосуды у нас, там у нас и нервная ткань. Мизотели обязательно добавляем. Второй месяц МЛ 0,3, а третий месяц Виндфорт и Цирлутен. Вот. Если была операция недавно, можно добавить СЛ 0,3, то есть отрегулировать иммунитет, отрегулировать эндокринную систему, потому что они все равно страдают при оперативном вмешательстве. В первый месяц СЛ 0,3 добавить, во второй МЛ 0,1, 0,2, а в третий Эндолутен, Мадоникс, Банамарлот. Не надо забывать наши лечебно-профилактические препараты. Что-то там можно для желудочно-кишечного тракта тоже попить. Дигимакс, Регинар, Тарделив, очень хорошо будет. Вот. Ну и снижать умственную нагрузку. Вот. Потому что мы, конечно, не лошади, на нас ездить нельзя. Следующий вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, дочка 8 лет. После стресса начались панические атаки. Повечта поможет ей или лучше пептиды надпочечников? Ой, опять дети. Ну, как всегда, да, говорю эту стандартную фразу, которую обязана говорить. Наши препараты разработаны, лицензированы для людей старше 14 лет. Если вы решили применять эти препараты для детей, то это чисто ваша ответственность, мы за себя ответственность за эффекты снимаем. После стресса. Нет, здесь не то. Здесь филичатой, конечно, работать не нужно. С надпочечниками тоже пока. Вот 8 лет. Если бы был взрослый человек, я бы попробовала. 8 лет я, тем более не знаю человека, не рискую. Я бы здесь попробовала. Это либо подъязычные, вот то же самое, что страдает память, да, мы с вами разбирали только что случай. Либо подъязычные для нервной системы SL-02, потом ML-03, потом Линдфорцер-Лутен, либо сразу Линдфорцер-Лутен. Посмотрите. Потому что стресс страдает нервная система, мы восстанавливаем. мембрану нервной клетки, восстанавливаем проведение нервного импульса, худо-ли-бедно, или как-то восстанавливаем нейронные связи и работу нервной системы. А вообще, конечно, с ребенком таким надо заниматься, потому что препараты здесь, ну, вторичные нет. первичные психологи, что они вам придумают. Может, дельфинотерапию, может, не знаю, массажи. Сейчас столько всяких вывертов. Просто надо убирать то, что внутри засело в психике у человека из-за этого стресса. Вот. Ну, а так Линдфорцер-Лутен в какое-то время поддержат. Следующий вопрос. Мужчина 60 лет. Два месяца назад была операция по замене коленного сустава. Нашу страдокцию не принимал. Давление скачет. Боли не прошли пока. Барикоз. Каких продуктов начать за посту с нашей компанией? Ох. Да. Сразу много симптомов. Ну, что? У нас здесь сейчас, поскольку была операция, у нас сейчас патология опорно-двигательного аппарата выходит на первое место. 38. Поэтому берем комплексное применение, берем схему артриты, артрозы при... из комплексного применения и в эту схему добавляем Линдфорд. То есть и в первый месяц можно добавить, ну, в первый месяц там у нас в принципе есть, он где-то сейчас СЛ-01, СЛ-04, СЛ-09. В МЛ-09 он есть, а вот во второй месяц, второй-третий, когда мы переходим на цитогены, так добавляем Линдфорд еще. Тут есть Сигумир, есть Ладоникс, есть Хондромикс, и мы еще добавляем Линдфорд. Ну, третью схему там идем уже, как бы уменьшая количество. Вот, я думаю, что на 4 месяца как-то вот так. Это должно уменьшить боли, увеличить скорость восстановления сустава после операции и остальных как-то протекцию суставов провести, немножечко подровнять давление. И с варикозом, конечно, за 4 месяца он ничего не решит, но продолжать принимать сосудистые препараты в течение года 2-3, может быть, он увидит какой-то эффект на варикозе. Плюс чем-то там печень поподдержать, Арделив, Дигимакс, это вот как раз тоже в этом направлении. Вот, так что начинаем со схемы на странице 38 с добавлением Линдфорта. Вот, ПК-4 рекомендует капать на больной сустав. ПК-5 куда лучше наносить? Не видела я таких рекомендаций от наших производителей и от нашего научного отдела. Я знаю, что народ у нас талантливый, они пептидные комплексы капают куда угодно, в ухо и глаз, и в нос, и в более оригинальные места, но я ничего из этого не рекомендую. Вот, мы ожидаем вот того эффекта, который мы ожидаем, то есть ты наносишь на предплечье ее, там близко вены, надеемся, что тонкая кожа, что проницаемость кожи позволит дойти до венозного русла и пептидом попасть в сосудистое русло. То есть, по сути дела, это чем-то похоже на подъязычные препараты, но концентрация вещества там очень маленькая, и поэтому, если больные суставы, то лучше всего все-таки для опорно-двигательного аппарата МЛ-09 с него начинать, плюс не забывать хондромикс, а на больной сустав лучше нанести хондромикс-крем. Вот, значит, следующий вопрос. 10 лет ребенку, психоэмоциональные всплески, кричит, нервничает, особенно когда сделает ошибку. Чем можно помочь ребенку? Вы знаете, убрать домашнее задание, вот первое решение, которое приходит. Вот. То же самое, что и вот ребенок со стрессом. То есть, симптоматически мы ей можем помочь чуть-чуть за счет цирлутена Виндфорта восстановить циркуляцию, убрать гипоксию головного мозга, восстановить структуру мембраны нервной клетки, глиальные клетки чуть-чуть подравнять. Но это все костыли для безногого. Если не убрать причину, то, ну, просто мы отодвинем вот этот вот период на чуть подальше. Поэтому выясняйте, почему ребенок кричит. Значит, какая-то психоэмоциональная нагрузка чрезмерная на него. Часто говорят, что дети – это полное отражение родителей. То есть, может, что-то в семье происходит. Может быть, что-то в школе происходит. А может, просто нагрузка для нее невыносимая. Вот. Поэтому Виндфорт цирлутена, дальше разбираться, что происходит с ребенком. Стоит ли принимать одновременно гельмигон, регинард и ревифорд? В принципе, нету противопоказаний, что эти три препарата несовместимы между собой. Единственное, что какие вы, какую вы проблему хотите решить. Потому что гельмигон, ну, в принципе, и регинар туда можно добавить, это препарат профилактический при опасении блесной инвази. То есть, если у вас есть животные, если маленькие дети, ходящие в детский садик, если вы работаете на садовом участке, то у вас повышенный риск заражения гельминтами. Поэтому два раза в год можно его пропивать по месяцу и создавать гельминтам такую неприятную среду внутри вас, что даже если они попали к вам по какой-то причине, от какого-то источника, они в вас не задерживаются. Они пройдут транзитом. И регинар здесь тоже неплох, потому что он точно так же работает с желудочно-кишечным трактом. Он мягкое желчегонное оказывает действие и немножечко восстанавливает суставы. В принципе, с гельмигоном он в чем-то пересекается, потому что гельмигон, он тоже оказывает мягкое желчегонное действие. Но он не восстанавливает суставы. Там хондритинсуэфат, лопух, они хорошо действуют на суставах. Ревифорд вообще уникальный препарат, он много где используется при аутоиммунной патологии, при онкологической патологии, для стимуляции иммунитета. Но я бы его вообще отдельно пропила. Либо тогда напишите, какую задачу вы хотите решить. Антигликант – все для профилактики. А если вы не решаете какую-то конкретную острую задачу, то для профилактики лучше пропивайте по месяцу. Каждый отдельно. А гельмигон пропили месяц, регинар пропили месяц, и ревифорд пропили месяц. И это будет гораздо лучше, чем вы в один месяц в организм запихаете все эти травы. Ему и трудновато будет. Узлов щитовидной железы – да. Да. Очень красивые варианты я вижу при заболеваниях щитовидной железы с ревифордом и нашим тереогеном. Эндолутен, тереоген и ревифорд. Я вижу прекрасную клиническую картину. Так что это как раз об этом. А оригинальный гельмигон можно потом в промежутках между этими схемами по месяцу пропить. Так что, чтобы тоже не перегружать организм излишним количеством растительных адаптогенов, потому что если вы почитаете состав наших препаратов, то вы увидите, что в каждом там ни одно, ни два. Зачастую растительных адаптогена. И с каждым из них ведь организму надо по-своему построить взаимоотношения, познакомиться. А когда 2-3 препарата, и они еще все такие очень не слабенькие, гельмигон, ревифорд, там такие составы. Что лучше, чтобы это знакомство происходило тет-а-тет. Я имею в виду по очереди. Сначала с гельмигоном подружились. Он сделал свое дело потом с ревифордом. Потом с регинартом. Ну вот как-то так. Вот. Хорошо. Какие-то еще вопросы? Хорошо. Ну, я больше вопросов не вижу. Еще вопросы будут, дорогие слушатели? Или мы тогда с вами на сегодня попрощаемся? Я и так вас тут из-за техники этой чуть дольше задержала, чем обычно на полчасика лишних. Так что я уже тогда вас готова отпустить. Спасибо вам большое за добрые слова. Постаралась я сделать запись, поэтому надеюсь, что она будет получиться, значит, смогут ее послушать и другие слушатели. Вот. И вам огромное спасибо. Ну что, дорогие слушатели, у нас тогда традиционные встречи в эфире пока продолжаются, пока продолжается карантин. Вторник в Инстаграме жду у вас в 2 часа, а в четверг в 16.00 опять встречаемся в губернарной комнате. Очень надеюсь, что техника нас не подведет. Спасибо тогда за внимание. Хорошего вам дня, хорошего настроения и до новых встреч. До свидания.